Я сыграл в три лучшие игры, похожие на фазмофобию. Каждая из них по-своему хороша и в каких-то аспектах даже превосходит фазму. Одна интересными механиками изгнания, другая хоррор-составляющей и третья в поиске определений призрака и предметами для этого. Начнём мы с первой игры Ghost Exorcism Inc. Это новая игра для моего канала и для меня, но она мне показалась очень интересной в плане хоррор-составляющей и определений призрака. В этой игре вы можете изгонять призрака, но делать это нелегко. Да и вообще пережить встречу с призраком сложнее, чем в фазме. Намного. Хотя бы потому, что тут призрак может во время охоты выбежать за тобой из дома и вообще прибежать даже в фургон. А предметы для защиты только замедляют призрака зачастую. Давайте сразу возьмём вот распятие и вот эту статую, потому что это две штуки, которые нас будут защищать. Также тут можно переместить какой-то предмет в левую руку и вот таким образом, например, смотри, у нас есть и распятие для защиты и фонарик. Но распятие здесь работает немного иначе, оно здесь работает не так, как в фазмофобии, что типа просто защищает тебя. Давайте просто посмотрим вокруг, вот тут вот походим-побродим. Подожди, это что? Это что было? Ага. О, здорово. Так, чёл лежит, ясно. И такое бывает, что... Давайте, наверное, сделаем фотографию. Я не знаю, поможет ли мне это, вот то, что я полароидом именно сделал. Давайте лучше на всякий случай... Подожди, смотри, вот бессознательный свидетель. Плохо, конечно, что он бессознательный, ну ладно. Так, мы нашли радиоприёмник, хорошо. Так вот, здесь распятие работает не таким образом, оно не предотвращает охоту, оно во время охоты защищает вас от призрака, но тоже не совсем так, как вам может показаться. Оно не просто защищает, оно замедляет призрака, но призрак, тем не менее, всё равно может вас схавать, если вы подпустите его слишком близко к себе. Поэтому этого делать не стоит. Стоит всегда держать призрака на расстоянии. Ё-моё, что тут произошло? Капец, почему здесь тоже чувак какой-то лежит, валяется, отдыхает? Ладно, нам нужно найти призрака, у него тут нету комнаты любимой, он тут постоянно ходит, бродит по дому, и определять его мы будем не по уликам, по уликам мы будем определять, как его изгонять. А вот само определение типа призрака тут идёт именно по внешнему виду призрака. То есть, я когда начинал играть в фазмфобию, первое время какое-то, я думал, что в фазме точно так же тоже, что можно по модельке каким-то образом определить призрака. Поэтому эта деталь мне показалась очень интересной. Тут есть разного типа... Подожди, подожди, когда мы слышим басуху, это значит, что призрак рядом. Тихо, тихо, то есть он где-то тут. Он где? Подожди, он... Вот он! Нет, это не он, подожди, это просто игрушка какая-то. Хорошо, но к нему лучше, наверное, не подходить, потому что к некоторым... Тут есть проклятые вещи разнообразные всякие, и к ним лучше не подходить. Так, давай-ка я попробую подняться. Подожди, я слышал тут сердцебиение. То есть, призрак был где-то здесь. Подожди, подожди, подожди. Ёптова мать! Что происходит? Блядь! Он атакует, он атакует, он атакует, он атакует. Тихо, тихо, закрываем дверь. Закрываем дверь. Дверь должна нас защитить. Так, нас тут защищают только двери, по сути. Распятие останавливает, но распятие я не замечал, чтобы оно там... Сильно как-то остановилось сейчас призраком. Вы сейчас увидели, как выглядит встреча с призраком в этой игре. Их почти ничего не останавливает. Эта игра мне понравилась как раз этим по большей части. Что тут призраки не беспомощны, они реально вселяют ужас. За тобой могут выбежать из дома, и ничто не сможет защитить тебя. В Гост Экзорцизм самый лучший способ убежать от призрака, это закрывать за собой двери. Потому что они останавливают призраков, и могут выиграть вам немного времени. Но не всегда. Иногда призрак просто может вынести эту дверь, и останется только креститься. Чуть позже мы встретим такое. Но пока что позвольте уделить минутку внимания моему спонсору. Steam Купикод это сервис, на котором вы можете пополнить Steam с самой низкой комиссией на рынке, и купить недоступные в вашем регионе игры. Делается все максимально просто. Вы переходите по ссылке в описании, вводите логин аккаунта Steam, пароль не нужен, вводите нужную сумму, выбираете валюту, калькулятор на сайте автоматически посчитают курс, вводите мой промокод DELYMUR, который даст 2% скидки на комиссию, и пополняете. Если же вы решили купить игры, недоступные в вашем регионе, вы также можете это сделать с помощью данного сервиса. Нажимаете вот сюда, посмотрите игры, выбираете игру, тут есть раздел недоступный в РФ, после чего выбираете регион вашего аккаунта Steam, вставляете ссылку на аккаунт, и также вводите мой промокод DELYMUR, который даст 10% скидку. После оплаты бот сайта добавится к вам в друзья в стиме, и вышлет игру. На сайте можно авторизоваться с помощью ВК или Телеграма, и получить 50 бонусных рублей. Для зарегистрированных пользователей действует кэшбэк на каждое пополнение и покупку. Для того, чтобы вам было проще, я разделю каждую игру на главы. Например, сейчас у нас первая глава будет называться «Не на того нарвался». Знаете почему? Сейчас узнаете. И улики здесь нужно находить именно рядом с призраком. Так, подожди. Блядь! Тихо-тихо! Тихо! Так, успокойся. В общем, вы видели, что призрак у нас ползучий. Это говорит о том, что это ревенант. Потому что, если мы почитаем вот тут вот в энциклопедии, то ревенант уровень угрозы средний, сущность всегда ползает. Члены команды должны сохранять бдительность. Ну и вот это вот все понятно. То есть пассивная защита от статуи. Ага, вот это вот я забыл немножко, но ничего страшного. Хорошо, то есть ревенант от ревенанта у нас защищает, получается, статую. А активная защита, что у нас защищает? Полароид. О, это хорошо. То есть мы можем взять, в принципе, полароид. И если нам удастся во время охоты сфоткать призрака, то, собственно говоря, мы полароидом себя сможем защитить. Это все, я не знаю, это все какие-то колбочки. Я, опять-таки, я в этой игре не эксперт. Я в ней не особо шарю, но мне она кажется все равно очень интересной. У нас тут летают мотыльки. Мотыльки это тоже, по-моему, мухи, тараканы. Правда, не, мотыльки, подожди. Мотыльки это просто по приколу, что ли, летают? Я не совсем понимаю. Видимо, как будто бы, возможно, да. Так, дай-ка я возьму вот эту камеру. Зачем мне эта камера? Я не знаю, зачем мне эта камера. Подожди, я возьму вот полароид мне надо. Полароид мне надо. Так, благовоние нас не особо-то защитит. Подожди, подожди. Подожди. Статуя будет защищать нас или нет? Не знаю, бамс, пофиг. Я фоткаю его. Так, я фоткаю его. А? Я сдох? Да, немного не повезло. Но теперь серьезно. В начале игры нам нужно найти призрака и определить его. Ревенант постоянно ползает, полтор постоянно ходит и может поднимать иногда объекты или швырять их. Память выглядит как искалеченный призрак. Ну, в общем, по внешке мы их определяем. Тут очень прикольная механика с поиском проклятых предметов, потому что тут несколько сразу вещей для их поиска. Типа, как отдельный МП-детектор, только для проклятых предметов. Что он вот, чем ближе вы к проклятому предмету, тем больше он активизируется. Подожди. Мне кажется, или он где-то наверху? Так, стой. Это что? Тут почему-то у нас... А вот он! Так, подожди-ка. Давай-ка я попробую подойти. Ага. Окей. Блядь! Тихо-тихо-тихо-тихо. Он меня утаскивает. Так, нормально. Ладно. Это не Ревенант уже. Это уже не Ревенант. Хорошо, МП-2 у нас было, то есть, соответственно, это не МП. Это не МП, мы можем вычеркнуть вот эти штуки. Это либо полтергейст, либо... Это полтергейст. Походу, это полтергейст, потому что, смотри, память у него... Это измученный дух, чье тело раздроблено. То есть, вот. И у него будет постоянно какие-то там, типа, руки нету, знаешь, или что-то такое. То есть, он вот страшно выглядит очень. А блуждающий огонек, вроде как, его вообще не видно, я не знаю. Поэтому, да, это скорее полтергейст, мне кажется. После определения призрака начинается самая долгая часть игры. Это поиск улик. И вот тут фазма, конечно, обгоняет гостэгроза... Го... Блядь... Ну... Гостэкзорцизм. Вот. Потому что в фазме легко понять, как работает каждая улика и найти ее. Потрогал дверь, сразу проверил и МП, и отпечатки, и рядом встал с радиоприемником. Здесь же тебе нужно находить призрака и рядом с ним тусоваться для получения улик. Это, во-первых, очень опасно. Во-вторых, это долго, и иногда призрак может просто тысячу лет прятаться. Поэтому поиск улик может затянуться. Раз пять. Ага, то есть, статуя вот эта вот, она даже нам, в принципе, бесполезна. Хотя, с другой стороны, подожди, она же может быть как улика. Она может дымиться. Наверняка она может дымиться рядом с этим полтергейстом просто-напросто, и все. Так, давай, короче, давай, короче, смотри. Я вот это вот скину где-нибудь вот здесь пока что на время. Статуи, я не знаю, статуи я поставлю вот тут. И давайте возьмем другие предметы, вот эти вот все. Например, вот и распятие, и не распятие. Не, лучше распятие, наверное, взять все-таки в эту руку. Да, вот так. Все, погнали. Так, запускаем эту штуку. Блядь, что происходит? Почему дверь захлопнулась? Не совсем понял, почему дверь захлопнулась, ну ладно. Давай поднимемся. Так, он вроде бы... Я как будто бы слышал, что он вот здесь где-то находится. Где-то на втором этаже, да. Анализ. Так, подожди, блядь, 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 спокуха. Ага, окей, распятие, подожди. Распятие нас вроде бы защищает. Так, я не знаю. Блядь. Тихо. Сука, выламывает дверь. Че будет? Я открою? Я не видел, чтобы что-то дымилось тут, поэтому хз. Войск сигнала. Чему-то нет скан-кода у вот этой вот штуки было написано. Не знаю конкретно, а то это означает. Так, ладно. Потому что вот эта хрень, это тоже как улика. Она... Вы анализируете как бы обстановку около призрака. И, собственно, все. Куда он уехал теперь? Вопросик у меня возникает. Возникает у меня вопросик. Куда ты съехал, дружочек, блядь? Ладно, не совсем понимаю, но окей. Тут как будто бы сейчас никого нет на втором этаже. Хотя, возможно, он где-то в какой-то комнате прячется. Мы не услышим, пока не зайдем в эту комнату. И не увидим, естественно, тоже. Ну, хорошо, я вокруг. Я пробежал вокруг. Написано нет скан-кода. Значит, наверное, этой улики нет у нас. Возможно. Дай мне знак. Во. Дай мне знак. Покажи себя. Дай мне знак. Сколько тебе лет? Покажи себя. Дай мне знак. Окей, как будто бы нету. Ничего. Дай мне знак. Покажи себя. Сколько тебе лет? Я не знаю, куда он утопал, но куда-то утопал. Куда-то утопал, ушел. Тут чел лежит. Я его даже не заметил раньше, когда проходил последний раз тут. Так, ладно. Хорошо, а может он ушел в эту комнату? Дай-ка глянем. О, подожди, тараканы. Ебать. Дай мне знак. Я не знаю, надо ли тут выключать свет, когда говоришь про радиоприемнику. Но вроде бы нет. Так, подожди. У нас тараканы есть. Это значит, вот сюда мы ставим. 20, хорошо. Дыма от распятия у нас не было. Он захлопнул дверь. Неплохо. Захлопнул дверь. Конечно, было бы круто очень, мне кажется, если бы в этой игре, знаешь что? Сделали все-таки комнату призрака какую-то, в которой можно находить улики. Потому что вот так вот ходить, бегать за призраком постоянно, это не очень удобно. И это как-то искусственно некрасиво растягивает геймплей немножко, мне кажется. Ладно, давай тогда смотри. Дыма от распятия не было. Дыма от статуи вот этой вот тоже не было. Как будто бы по этому хз. Хорошо. Так, ладно, 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 ладно. Ой, блях. Тут что-то он швыряется, кидается. Я не знаю, где он, короче, давайте спускаться на первый этаж, наверное. Потому что мне кажется, он на первом этаже сейчас тусуется. Угу. Где-то... Где? Где-то, где-то, где-то у меня есть. Блядь. Блядь! В смысле? Подожди, почему ползучий? А почему ползучий? Ёб твою мать! Спокойно! Тихо-тихо, закрываемся. Потому что они тут, видишь, они могут и из дома выбежать, и прям все на свете. Блядь, так, а в итоге, подожди, может, это в итоге ревенант? Ну, статуя та его не замедлила. Окей, у меня распятие, все, пизда. Распятие, пизда. Нужно брать новое, потому что это сгорело. А где новое? А я не знаю, где новое. Подожди, у меня нет распятия второго? Бля, походу, нет. Где оно валялось? Ладно, я хз, где оно валялось? Но у меня, походу, все. Распятие у меня закончилось. То есть распятие у нас в итоге все-таки защищает, получается? Значит, наверное, в итоге полтергейст. Но я не думаю, что это ревенант, который бы там, блин, швырялся. Вот это вот все. Так, ампо нету. Вот с уликами, да, типа иногда сложно их искать просто. О, 0, 0, 0, 0, что? 0, 0, 0, 0 только что было, вы видели? Подожди, а если, может, это из-за того, что на улице? Да нет. Надеюсь, это не баг. Никакой. 0, 0, 0, 0. Смотри, опять было 0, 0, 0. Походу, нулевая температура просто. Да, то есть не минусовая, а нулевая температура. Хорошо, блокнот. Написал что-нибудь в блокнот? Нет? Нет, будто бы нет. Окей, мы учтем, что нулевая температура. Возможно, это какой-то прикол, я не знаю, термометра, но мне кажется, что нет. Потому что я просто, опять же, я не играл в эту игру миллион лет. Я не видел тут абсолютно всего. Поэтому хз. Может быть, может быть, это просто так. Термометр иногда показывает по приколу 0, 0, 0, 0. Типа он сбрасывается там. Не знаю. Ну-ка. Ну вот радиоприемника как будто бы нет. А где он, блядь? Где-то чел стоит, я не вижу его. Вот это самое стрёмное. То, что я его сейчас просто не вижу. Дай мне знак. Бля, все, иди нахуй. Все, все, все. Пока. Так. Мне сейчас просто нечем вообще защищаться. Ох, хорошо. Что от полтрогейста, например, еще защищает? Ларой. Тут как будто бы полароид прям от всех защищает. Ну-ка. Энциклопедия. Тень, это хер с ним. Трогейст, память. Вот от нее ничего, но она безобидная особо там не представляет угрозы. Потом блуждающий огонек от него не защищает. Ага, и там уже дальше идут локации. Хорошо, ясно. Ясно. Мне кажется, что как будто бы нет ничего тут. Не тут, не там, не вот этого нет, мне кажется, всего. Радиоприемника тоже, наверное, нет. Потому что, ну, возможно, он бы мне уже это дал. Дыма от статуи не было. Мухи, огонь. Не знаю. Поверхность. Надо посмотреть. Температура, соответственно, не минусовая, а нулевая была. Я решил зря время не терять и поискать проклятые предметы. За них даю дополнительную награду и сам процесс их поиска сделан очень круто. Было бы классно, если бы подобный предмет добавили в фазму, например, для поиска костей. Вы берете вот этот вот счетчик Гейгера, ходите по дому и ловите излучение. Чем ближе вы к предмету, тем сильнее трещит прибор. Но некоторые предметы невидимы, их можно увидеть только с помощью камеры. А для того, чтобы они материализовались в реальном мире, их нужно сфоткать полароидом. Они засветятся, и вы сможете их забрать. В таких играх очень много интересных идей, которые добавляют изюминки. И в других двух играх вы тоже потом такое вот кое-что интересное увидите. Всяких предметов. Ух ты, блядь. Так, тут где-то проклятый предмет. То есть смотри, это как счетчик Гейгера. Оно вот так вот дурится, когда, блядь... Так, тихо, тихо, тихо. Ёб твою мать! Иди в жопу! Иди в жопу отсюда! Иди отсюда! Ну, он же не должен выломать эту дверь, надеюсь, да? Блядь, он ту дверь выломал, чего? Что за... Что за ватафак? Серьезно? Он ее просто выломал, все, и у меня нет больше этой двери? Охренеть, ты прикинь? Короче... Да. Ладно. Да... В смысле, блядь? Вон он стоит, сука. Блядь, он какой-то... Прямо злой. Прямо агрессивный. Жесть. Так, ладно. Где проклятый предмет в итоге-то? Вот где-то тут. Вот это не оно? Вот тут не оно, не оно, не оно, не оно, не оно, не оно. То есть вот это что-то? Что-то из вот этого типа? Может, тут где-то невидимый проклятый предмет? Потому что есть такие. Вот это не берется. Блядь. Страшный чел. Сука. Где он? Короче, про эту игру нужно еще узнавать и узнавать. Ну что так вообще непонятно. Типа, что тут происходит внешне? Ну вот этого и интереснее. Так, ладно. Оно не здесь. Хорошо. Оно не тут? Подожди, подожди. Мультипл сигнал. А, типа несколько сигналов сразу, еб твою мать. Типа, сразу несколько сигналов. Ясно. Хорошо. Вот тут вот нет у нас сигналов. Значит оно где-то здесь. Блядь, вон, сука, стоит. Пиздец, на нахуй. Не хочу, не хочу, не хочу, не хочу. Отеебись от меня. Я не знаю, он меня преследует или нет. Хотя обычно музыка вот играет. Вот тот вот звук обычно проигрывается, когда он это, начинает за тобой бежать как бы. Бля, ладно, погнали на второй этаж. Подожди, погнали на второй этаж. Пробуем тут поискать. Просто нужно нам прийти именно в то место, где прям пятерка будет зашкаливать. Ну практически зашкаливать. Нам в другую сторону по-любому. Нам где-то вот, вот сюда. Во, подожди, вот тут вот что-то. Вот что-то здесь есть. А где? Тут все видимое. То есть это вот этот вот предмет. Ну-ка подожди. Ну-ка смотри. Да, походу. Вот так можно проверить. Окей, это оно. Так, это оно. Бля, 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 бля. Стой, не то. Давай туда. Выкидываем быстрее, быстрее, быстрее. Какое-то зеркало тут. Какое-то, короче, проклятое зеркало. Я надеюсь, он не разозлится, что я у него забрал вот эту его штуку любимую. Так, хорошо. Это мы взяли. Возможно, реально оно просто все на втором этаже. Из-за этого у меня датчик так дурится. Как бешеный. Я хочу попробовать хотя бы, блядь, вот это вот все найти. Хотя бы проклятые предметы. Всякие там разнообразные. Так, 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 так. Вот тут вот что-то есть у нас. Так, блядь. Где-то... Где? Где-то здесь, типа, или что? Тихо. Блядь! Курва! Так, спокойно. Походу, я живой еще. Походу, я еще живой. Тихо, тихо, тихо. Тихо, дай мне взять. Дай мне взять вот эту штуку. Дай мне вот это. Вот это дай. Спокойно, спокойно, спокойно. Полароид. Окей, похуй. Так, ладно, насрать. Валим. Просто съебываем. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, блядь. У меня спринта нет. У меня спринта нет, потому что мне пизды дали. Блядь. Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Там можно вроде какие-то таблетки принять. Чтобы полегчало. То есть, вот, знаете, вот эта вот штука в этой игре, она мне на самом деле очень нравится, потому что вот эта игра и сложная, да, вот для понимания. Типа, ну, мне было сложно разобраться Реально, как тут, что так, я в душе не буду Вот это, что ли? Да, походу, все, отлично Мне было реально сложно разобраться, типа Что тут, как вообще делать, зачем Что к чему, куда, кого И то, что игра очень часто Тебе дает второй шанс, типа, то есть Призрак тебя не ловит и сразу хавает А вот так, он может тебя ранить просто От чего это зависит, не совсем понятно, но Это круто, потому что, ну, нет такого Что знаешь, что ты, блядь, сразу моментально Сдыхаешь и даже не понимаешь, почему И просто хочется вырубить и все, и типа Думаешь, ну, ладно, блядь, непонятно, ну и До свидания, короче, блядь, где-то здесь Что-то есть у нас, может где-то внизу Что-то валяется, может вот это, да? Подожди, вот это, походу, да-да-да-да-да, паровозик Вот этот паровозик, блядь, а как его-то Пронести, все, да-да-да, это он, это он Видишь, потому что зашкаливай датчики Тут и там, давай как-нибудь проносим Быстрее, 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 бля-бля-бля Бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля, спокойно Выходим, спокойно-спокойно Дай, заберу, отстань Все, досвидули У меня нет защиты, вот это больше всего пугает Типа, что мне сейчас делать? Так, мультипл сигнал, все это понятно А что там говорит? Непонятно, что там говорится Ну, короче, ладно Все, то есть, вот это мы забрали Хорошо Бля, он где-то рядом, что ли? Что у меня сердце бьется Ага, вот он Курва Ты прикинь? Давай я ему попробую блокнот, может быть, дать? Блядь В пизду Просто бежим, 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 бежим Так, тихо Спокойно Ты не выломаешь дверь, не трогай Все Это дверь фургона Она защищена, нахуй Я сейчас пентаграмму тут нарисую Если ты ее выломаешь, блядь Блядь Давай как, подожди Давай я возьму вот эту хуйню Я не знаю, что это Но может она меня защитит Если что, я ему въебу Только попробуй зайти в фургон Ну, если он сможет и дверь фургона выломать Я офигею тогда От жизни просто Я не мог найти еще улики Поэтому решил перейти к изгнанию Тут вам нужно выполнить то, что указано на странице изгнания И потом самому ставить галочки Что вы выполнили вот это Игра лишь намекает вам о том, что сработало изгнание или нет Страшным ревом призрака На, нахуй Все Так, подожди Спокойно, нахуй Спокойно, не кипишуй Не покой, все хорошо Все хорошо, я никого не трогал твоих тараканов Успокоился Значит так, тараканы сделались Тараканы сделались, сущность В сущность надо выстрелить из этой штуки Блядь А если он меня, она меня разозлится Ничего страшного, типа да Я в душе не буду, где он сейчас? Подожди, он где-то, 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 где? Хуй его знает, где он Блядь Мне надо как-то это сделать, я не знаю Зажженную камеру я хз Написано было три улики Какая третья, блядь, улика? Блокнот, подожди Блокнот он не писал Блокнот он не писал Блокнот он не писал Он не писал в блокнот Значит это не блокнот Может, блядь, точно Может рисунок какой-то или На нахуй Все, все, все Все съебываем Тихо, он разозлился, да? Подожди Так, так, так Это мы сделали И да, тут нужно самому галочки ставить То есть, как бы вот в этом всем Добавит Добавляет такое, типа, погружение Да? То есть вот Но ты можешь, конечно, проебаться И не совсем все выполнить Было бы прикольно, если бы какой-то, я не знаю Вот прям четкий такой звук издавался Когда ты выполнял Потому что, ну, оно не у всех, блядь Где он? Так, ладно Вот эта вот штука, хорошо, допустим Я ее сделал Что тут у меня еще? Бля, спокойно, 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 спокойно Давай попробую блокнот ему еще раз принести Вот, на Напиши Напиши что-нибудь Так, я отхожу Лучше отходить Лучше сильно не бузить Лучше рядом с призраком нам вовсе не тусить Потому что это пиздец Так, в блокноте ничего Ну, значит, блокнота нет, все Да, досвидули Так, хорошо, это я выкидываю Подожди Подожди, дай-ка я возьму Так, заткнись Дай-ка я возьму вот это Вот, бац Включили И обычную камеру Оно мне пригодится Может быть у нас, потому что есть какие-то там Слова на поверхности Или что-то такое Зажженную камеру для благовоний В контакте Блядь, камеру для благовония Может иметься в виду просто благовония Может перевод какой-то странный Типа Давай попробуем Вот благовония у нас есть Камера для благовоний Что значит камеру для благовоний Контакт с сущностью Ну, хорошо Это мы сделаем, допустим Так, блядь Ну, так а как это сделать? Ёптвою мать Тут мотыльки эти летают Еще бабочки какие-то Я так понимаю Они летают из-за того, что типа ночь Да, то есть это просто, наверное, элемент такой Декора, типа классно То, что типа ночь И мы светим фонариком А всегда же эти вот мошки всякие Слетаются на свет Ночью Блин Очень смех Ёптвою мать Да где он, блядь Блядь! Сука! Спокойно Спокойно Тихо Я не знаю, у меня есть благовония или нет Походу он, блядь Он благовония забрал Ладно Благовония и фонарик забрал Ну, хуй с ним Я заберу сейчас обратно Так, подожди Вот Блядь, да Ёптвою мать Спокойно, не трогай меня Бля-бля-бля Утаскивает хуй, пойми куда Я не знаю Окей, сваливаем быстро Просто максимально Да мне Подожди, блядь Вот Вот благовония Все Тихо Тихо Но всяких рисунков я не вижу Бля, я очень хочу выжить Ну, типа, можно, насколько я понимаю Не все делать до конца Можно даже Не изгнать его до конца Как бы, да И нормально будет все равно Я включу здесь свет Оооо Баба-баба-баба Блядь, стрёмно 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 чуть-чуть Где он? У меня сердце бьется Почему? Понятность отсутствует Подожди, блядь Почему у меня сердце бьется? Вот он где, подожди На, нахуй Все, все, все Я убегаю Я убегаю на всех случаев, я не знаю, потому что, блядь, оно защищает или злит его Тут все не совсем так легко Так, стоп, значит, это я сделал Все, это я сделал, вернуться к уликам Я могу пройтись еще и поискать, конечно, да Пройтись и поискать, я не знаю, благовония-то нас не защищает, получается Найти проклятый предмет, блядь, сложно Могу камеру потом взять, ладно Давайте рискнем, давайте по-быстрому просто сейчас пробежимся Так, я возьму вот эту камеру тоже, просто максимально быстро Я был уже собирался уезжать, но решил в последний раз зайти в дом для того, чтобы Проверить, все ли проклятые предметы я забрал Ну и, может быть, в итоге понять, какая последняя улика И мне повезло, что, хоть я и слепой, но иногда зрение все-таки у меня появляется Мы очень скоро узнаем Подожди, тут же мухи Звук мух Но это при этом не мухи А мухи, вот мухи, 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 заражение мухи Сука, так, тихо Я не знаю, где он Подожди, заражение мухи, что надо сделать? Благовония, чтобы уничтожить нашествие мух У-у-у, бля, хорошо То есть вот, вот оно, вот оно, что я упустил Вот оно, что я упустил, я просто по звуку сейчас понял Потому что там модельки как будто, ну, они смешивались Там и мотальки летали просто И видишь, и мухи Так, ладно, благовония берем В этой игре, на самом деле, я во многих вещах еще вообще даже не разобрался То есть, например, например Например, знаешь в чем? Много в чем Так, бац Все Блядь, страшный звук, страшный звук, страшный звук, страшный звук Тихо-тихо, все, я убегаю просто нахуй отсюда Все, все-все-все Я надеюсь, больше улик не было То есть, например, как тут покупать всякие там штуки-дуки Что это? Типа изгнал? А, походу, реально изгнал Походу, все, да? Этот звук, наверное, означал то, что я изгнал призрака Окей Ну, я надеюсь, член команды стал свидетелем, как лопнула лампочка Ну, извините, не стал Так, использовать благовония, чтобы... Вот, все, поехали Резюмируя, я могу сказать, что эта игра больше всего мне понравилась именно тем, как она давит на очко Ты реально чувствуешь, что призрак сильный и может тебя грохнуть В фазме тебе просто страшно первое время от неизвестности Но, конечно, если в лоб в лоб сравнить вот эти вот игры Все же для новичка фазма выглядит более презентабельно Банально, потому что там лучшая графика, саунд дизайн неплохой, ну и она более, так сказать, новичок-френдли Кстати, по моему мнению, как раз-таки вот этот аспект очень важен для всех наших трех сегодняшних игр Если бы они были более понятны для новичка Если бы там были более доступные и простые обучения Интуитивно понятные механики было бы в разы лучше Хоть и по большей части эти игры хороши, но объективно новому игроку Мне кажется, проще вкатиться в фазму, нежели сюда Этой игре я ставлю 7 из 10 Подтянуть бы графику, сделать больше возможностей для поиска улик Больше способов контакта с призраком, например, там наблюдать и анализировать швыряние предметов или трогания дверей И оттуда уже плюс получать улики Ну и тогда будет шикардос Спасибо, я обосрался А мы переходим дальше Следующая игра Ghost Watchers На данный момент она мне нравится, наверное, больше всех остальных Потому что она, как раз-таки, по моему мнению, очень простая и понятная В этой игре вначале есть выбор модификаторов Эти штуки добавляют сложности или вообще вводят новые механики и за это дают большую награду Я не буду разбирать все, но про парочку расскажу Продвинутые предметы Заменяют обычные предметы для поиска улик Такие, как, например, детекторы МП, радиоприемник, доска, блокноты и вот, ну все вот это вот На продвинутые С их помощью можно находить улики иногда быстрее, но ими нужно научиться пользоваться Например, детекторы МП показывают не просто одно значение, а два И одно из них это фоновый шум и вам нужно заниматься математикой, чтобы получить истинное значение Но это не сложно Например, кукла, призрак может ее швырять или поднимать И чтобы с обычной куклой понять, что и как, вам нужно просто ждать Пока призрак с ней не взаимодействует А вот с продвинутыми предметами вы можете найти рисунок куклы на стене в доме И ткнуть иголку туда, куда нарисованная И сразу получить улику Короче, ну, имба Сбор эктоплазмы и пентаграмму вы увидите в самой игре Здравомыслие добавляет рассудок, но он работает не так, как в фазме А чем меньше у вас рассудка, тем меньше вероятность, что сработает предмет защиты против призрака Ну и беги или умри добавляет проклятой охоты, в которых вас ничего не защитит, кроме собственных ног В общем, давайте переходить к игре Давайте мы возьмем, как обычно Мои любимые предметы для начала, пассивные Смотри, я взял сейчас блокнот, взял куклу Вуду, взял доску Уиджи и взял вот радиоприемник Почему именно эти предметы я взял? Потому что они, как я и сказал, пассивные Давай я лучше, подожди, давай я куклу Вуду поставлю О, подожди, сразу, сразу взаимодействие Какого? Нету? В смысле? Сразу как будто бы был звук, слышали взаимодействие То есть он, походу, не взаимодействует Тут есть и такое То есть тоже нужно отмечать Куклу Вуду, он швыряет, видели? Я положил на диван Блин, пацаны, мне сейчас офигенный призрак попался На самом деле тут очень редко такое происходит Что прямо сразу сходу призрак В общем-то у нас это такой активный Такой прям хорошенький, такой все дает Здесь также есть очень крутые штуки Например, здесь по вот этим помехам на телеке Можно определить АМП Потому что на высоких уровнях сложности В блокноте у нас каракули Ага, мы выбираем, значит, блокнот Не череп, не человек, а именно каракуль Окей, ушки То есть по помехам на телеке Можно определить уровень АМП Потому что АМП на высоких уровнях сложности Как и некоторые другие предметы Оно поломанное То есть оно тебе не даст улику Если ты просто вот обычным способом будешь проверять Так, мы видим сразу вот штукенцию для изгнания То есть это маска Вот это вот, подожди, я хочу выкинуть Потому что тут призрак может забирать твои вещи И утаскивать их непонятно куда Поэтому лучше важно предметы какие-то Уносить из дома Вот, если они тебе еще надо О, отпечатки ног, следы, подожди Отпечатки ног Я, опять-таки, я не эксперт Но Но Подожди, по-моему, у нас ребенок Потому что Виндиго вроде бы у меня не может быть Ибо у меня не супер высокий уровень сложности Ой, не супер высокий ранг, точнее, в этой игре В этой игре Ну, блядь, короче, да Это ребенок, наверное Это не Виндиго, я думаю Давайте проверим Я не помню У меня вроде бы высокий уровень сложности Сейчас стоит не средний Но и не самый большой Давай попробуем Да, правильно Правильно, правильно Потому что Виндиго у меня быть не может Из-за того, что Как же громко, емое Из-за того, что у меня нет пока что 20-го левела Ну и тут видите То есть на разных левелах Новые призраки открываются Которые более опасные Мы можем прочитать про ребенка, если пожелаете То есть где Не знаю где Подожди Ну, короче Блин, на самом деле Ух, нихера На Чернобыльская Что? Зашел в тот момент, когда инженер Нихуя, у них тут лор Блин, я это не читал Блин, это очень интересно Я бы прочитал, но, наверное, не на видос Как видите, определить призрака тут не сильно сложно Да и плюс есть всякие лайфхаки, еще связанные с их поведением Но дальше у нас этап поимки призрака Он сделан тоже очень круто Вы пошагово обязаны выполнять то, что там написано Например, использовать серебряную бомбу Потом включить 5 источников света И так до конца Но поскольку у меня включены модификаторы пентаграммы и октоплазмы У меня будет все немного сложнее А всю вот эту штукенцию мы сделаем обязательно Где у меня камера Вот у меня камера Она понадобится для поиска проклятой детской игрушки В доме Ну, я думаю, она находится в детской Это проклятая детская игрушка Так, но тут я нашел ловец снов Подожди, он мне тоже нужен Так, я слышу пентаграмму Ой, не пентаграмму, слышу Блядь Вот, например, я нашел ловец снов Эта вещь нам нужна для пентаграммы Всего их 5 таких предметов Конкретно, как сама пентаграмма работает Вы увидите в конце Чтобы найти эти 5 предметов Нужно ходить по дому с камерой и вглядываться Потому что камера видит их ауры Такие свечения Ну и желательно их перенести в комнату с пентаграммой заранее Чтобы потом было проще Призрак заблокировал вот этот проход И мне, кстати, подписчики Вот видосами по этой игре Писали всякие интересные штуки Например, что вот это вот перекрытие проходов Может делать не каждый призрак А только определенные И там это зависит от возраста И от настроения вроде бы То есть с каждым, как бы, этапом возраста и настроения Призраки становятся все могущественнее и могущественнее И то есть если вы увидите Ну если все это зазубрить И вы увидите, например Так, можно? Бля, ой, я не на ту кнопку кинул Ну и хорошо, потому что я бы, наверное, промахнулся сейчас Да, тут можно очень легко промахнуться, на самом деле Рычание Ну мне уже это не надо Вот, то есть Так-так-так-так-так-так Ладно, подождите Дайте я сконцентрируюсь чуть-чуть А что у него? Подожди, на видеокамеру эктоплазма реагирует Ага То есть мы эктоплазму сможем найти только через видеокамеру Если что, я это увидел вот здесь Эктоплазма, это прямо так и написано Так, детская игрушка, вот она Давай я перемещу А, бля, я не могу пока что переместить Подожди, мне нужно Мне нужно сначала Эту Мне нужно сначала Ладно, я ее вынесу тогда Пока что на улицу Вот сюда вот Так, блядь Мне надо как-то Как-то что-то надо придумать Что-то как-то сделать Give me a sign О, блядь Вот сейчас, окей Сейчас охота И по сути По сути, я надеюсь, что я Смогу защититься Так Он, наверное, снизу спуска... Сверху спускаться будет, да Вот он На нахуй Все Так, это готово Это готово Серебряная бомба готова Он тут тоже, правда, может При желании выбегать из дома Поэтому, да С этим нужно быть осторожным Переместить любую проклятую детскую игрушку в доме Вот Я заранее ее уже взял Все, считай, переместили Включить пять источников света И магическая книга Ух, 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 блядь Так, спокуха, 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 спокуха Значит, где-то тут Подожди, источник света есть Вот он Бля, как, как, как Ладно, он, походу, треснул его Лопнул Лампочки, я не знаю Так, давай вот тут включим тогда Надо как можно быстрее пять источников света включить Чтобы просто, блядь, у меня была какая-то Все, готово Так, спокойно Книга Книга есть Все, пиздец, имба Имба видел Сделал просто в последнюю секунду Включил свет И, соответственно, смог выполнить сразу следующий ход Потому что если просто потратить впустую И не по порядку сделать То вы просто потеряете предмет Вам придется его покупать Да, вы можете защититься этим предметом Если у вас много денег, то по барабану Но бесконечное количество предметов Вы не можете покупать тоже Это нужно учитывать Вы не можете купить там 500 тысяч квадриллионов предметов Так, все, спокуха Мне осталось найти эктоплазму Найти эктоплазму И, соответственно, выполнить ритуал пентаграммы Да, по сути, только эктоплазма и ритуал пентаграммы Хорошо, блядь, давайте заглянем вот сюда Блин, у меня нет никакой защиты Подожди А для защиты я могу много чего, на самом-то деле, использовать Потому что у нас призрак не потребовал для его изгнания Вот тут вот много-много-много всего Ну, точнее, не изгнания, а поимка, видишь, да Значит, мы можем использовать святую воду Защищает и злит Нет, нихуя Благовоние Вот, оно как раз-таки неодноразовое Может пригодиться И вот эта штука Вот эта штука мне обязательно понадобится тоже Так, камера, 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 камера Хорошо Значит, о, у нас тут есть эктоплазма Окейушки Чтобы собрать эктоплазму, нужно взять предмет, который воздействует на нее В моем случае это камера То есть только с помощью камеры я могу увидеть эту эктоплазму Ну, в принципе, даже если бы у меня каким-то раком не оказалась камера Я бы все равно смог найти эктоплазму по звуку Потому что, когда вы проходите мимо нее Вы сможете услышать ее И таким образом тоже найти После того, как нашел Нужно поставить пассивный предмет защиты Чтобы он отразил хотя бы один раз нападение призрака Потому что, как только вы начнете собирать эктоплазму Призрак тут же начнет атаку Он ее утащил, но это мне ничего страшного Потому что я все равно куплю сейчас другую Потому что они перезаряжаются В любом случае, очень долгое время Эти штуки Они как бы не одноразовые Три раза можно использовать, да Вот этот поглотитель плазмы Но, но Они перезаряжаются Они какое-то время перезаряжаются Из-за чего, соответственно, придется ждать Ну, либо, либо, либо Как я сделал, просто купить новую И все Так, тут не эктоплазма Тут не эктоплазма Хорошо, где эктоплазма? Мне бы хотелось, конечно, найти Куда он первую штуку вот эту мою унес Чтобы не покупать третью Потому что Тогда это будет уже не очень выгодный контракт Типа Мы потратим больше денег, по сути, наверное Чем заработаем Ну, хотя нет Но, короче, да Ладно, неважно Подожди Значит, погнали на второй этаж тогда Потому что, я не знаю Я не вижу ничего тут на первом Какой эктоплазмы Как будто бы ее тут нет нигде Так, хорошо Хорошо, хорошо, хорошо Хорошо, иди сюда Вот, вот тут вот есть эктоплазма Так Значит, ставим И Собираем Все, видишь? Он опять агрессирует Опять он к нам бежит Но сейчас нас вот эта штука сможет защитить Все, она нас защитила Так Я бы взял на всякий случай, конечно, еще и благовоние в руки Хотя, бля, лучше в руки не брать Потому что он может Некоторые призраки могут выкидывать Но я не знаю насчет вот этих вот конкретно Которые у нас сейчас доступны Потому что я Вот это У меня не супервысокий уровень, как бы Но все-таки Ладно, давай вот это пока что я тут оставлю Бляха, и где моя Бля-бля-бля-бля-бля Дай-ка я выбегу Нормально? Нормально-нормально-нормально Вот эти звуки означают то, что он охоту начал Что он на нас агрессирует Так, блядь, куда он утащил поглотитель плазмы? Где мой поглотитель плазмы? Зачем ты забрал от меня поглотитель плазмы? Подожди, мне кажется Мне кажется, оно может быть где-то здесь Блядь! Спокойно Так, нас защитила Эта штука? Окей Подожди, подожди Мне кажется, последняя октоплазма находится вот тут Да? Блядь Да, последняя октоплазма находится тут А где поглотитель? У меня есть еще благовоние Поэтому хорошо Где вот этот вот поглотитель, который он у меня стырил? Либо старый можем использовать Который там это перезарядился Возможно уже Те, что я не старый, а новый Вот этот старый Вот старый, все Так, хорошо Я не знаю, блядь, он перезарядился-то или нет? Или как? Ну-ка, подожди-ка Да, он перезарядился Все, значит, дубать Можно, конечно, и без этого постараться Очень аккуратно То есть, вот, допустим, сейчас призрак бы меня споймал Я бы просто успел в последнюю секунду Потом переключиться на благовоние И, соответственно, все это сделать Но все Нам нужно три октоплазмы было найти Мы ее нашли благополучно Хорошо Так, теперь мы это все ставим сюда Все, у нас открылась вот эта вот штука для поимки призрака По сути, теперь нам осталось выполнить ритуал пентаграммы Для этого нам надо вот это вот штукенция Ну и, собственно, все предметы, которые мы туда переместили На самом деле, ритуал пентаграммы может быть очень сложным Нужно быть бдительным Нужно очень аккуратно все проворачивать У нас еще и света нет тут, пляха-муха Ладно, так, давайте я возьму вот что Давайте я сразу возьму вот это Вот это, сразу по мелочи всякие предметы Вот это, вот, и, соответственно Ну и последний этап, это пентаграмма Давайте вкратце У нас пять предметов, и все пять нужно разложить по определенным местам При этом заходить в пентаграмму нельзя А то на вас нападет призрак Ну и на розовый круг наступать тоже нельзя Тоже схавают вас Так что лучше всего взять в руку сразу четыре предмета самых маленьких Оставить на земле череп, потому что его проще всего будет подобрать потом Ну и уже бегать, раскладывать предметы, как это делаю я Так, ловец снов Ловец снов готова Хорошо Ловец снов готова Что дальше у нас? Что нас ждет? Ну-ка Карманные часы Так, съебываем, съебываем, съебываем Хорошо, у нас остались только череп и маска Череп и маска И я на всякий случай возьму благомонию с собой Чтоб если вдруг я наступлю в этот розовый круг Чтоб меня не схавали моментально Вот, и все У нас последняя штукенция там осталась Но я не знаю Тут, конечно, рискованно будет, наверное, вот так вот прям подбегать Потому что сейчас красный Сейчас этот круг розовый появится Бля, да Все Все, нормально Нормально, нормально Отлично Теперь Теперь Нам осталось только поймать призрака и все Фу Ой, бля Хорошая катка получилась Потому что очень часто все идет не по плану Очень часто происходит какой-то пиздец Что прям, ну, типа, призрак тебя ловит Я не знаю, совершаешь какую-то одну ошибку В общем, игра на самом деле нелегкая Хотя, вот, может так показаться Ну и, собственно, все Мы его поймали И контракт у нас закончен Вот такое вот изгнание Гост-вотчерсу я ставлю 9 из 10 В этой игре все происходит достаточно быстро Она искусственно не растягивает геймплей И тебе всегда есть чем заняться Нету такого, что ты просто будешь стоять и 3 часа ждать лазерку Даже если призрак вдруг не дает улику куклы Вуды или доски Ты всегда можешь переместить их и спокойно получить эту улику Она разнообразная Тут вы не просто определяете те призрака А еще и его поведение, возраст, настроение И потом ловите его Подожди, что я сказал? Поведение? Не, поведение вы не определяете По поведению вы можете определить Ну, поведение, ну, бля В общем, эти все вещи тоже украшают геймплей Мне кажется, эта игра уже сейчас могла бы спокойно потягаться с фазмой Единственное, в чем она проигрывает, это, возможно, визуал У фазмы картинка приятнее немного Ну, и добавить бы еще призраку взаимодействия различных А не просто, чтобы он носился по дому, как бешеный И, впрочем, будет кайф Следующая игра это Ghost Exile И тут, ну, очень крутые Очень крутые изгнания Если когда-нибудь разработчики в фазму решат добавить изгнание То, пожалуйста, пускай они будут такими, как в этой игре Тут ты сам читаешь молитву и изгоняешь призрака Сам чертишь различные пентаграммы И вообще тут куча очень классных предметов, которые ты постоянно используешь Например, баллончик с краской Которым ты можешь защитить себя от охоты Нарисовав в комнате призрака определенную конкретную пентаграмму Или, наоборот, заставить призрака активничать И прям до такой степени, что он может и охотиться чаще Тоже нарисовав определенную пентаграмму На стены термометр, который повесил И все, он постоянно измеряет температуру в конкретной комнате Тут есть даже ровер, который может тебе помогать Перетаскивать вещи или даже защищать от призрака во время охоты Только дай ему благовония Но в самом начале нужно найти улики И, честно говоря, я бы хотел увидеть обновление этого этапа геймплея Об этом чуть позже Тут есть вот такая вот смешная штука Что можно выбить какие-нибудь полезные для тебя предметы Давайте попробуем Испытаем удачу Ну-ка, посмотрим, что нас сегодня ждет Ясно Во-первых, нас ничего не ждет Хорошо, может хотя бы деньги какие-то Может, или что-то другое О, деньги Так, деньги и монетка 300 баксов выиграли И еще одну монетку Чтобы еще один раз крутануть Ну-ка А я, конечно, это все осуждаю Конечно, это все плохо Так, ровер, ага Ну, короче, ничего Я предлагаю отправиться в отель Добавляем предметы Добавляем также модули Кое-какие Потому что они тут за многие всякие различные полезные штуки отвечают Например, мы можем дистанционно включать электрощиток Страхование, которое возместит нам ущерб Если вдруг мы как-то там что-то с нами плохо случится Вот, мы можем быстрее бегать Мы можем улучшать фонарик, соответственно И также есть всякие модификаторы Например, мир теней Например, усложнение ритуала Например, лабиринт смерти Сложный призрак Это все такое Это все для опасных всяких крутых чуваков Ритуальные условия Включим любимые предметы Не будем включать Потому что это все долго Давайте я вам просто хотя бы покажу так Вот он наш отель В котором находится призрак И вот она наша палатка В которой находятся предметы Давайте сразу возьмем всякие штуки-дуки для улик Возьмем, например, лазерку Не знаю Тут рандомно, на самом деле, по барабану Тут у нас 4 слота И отдельно у нас фонарик есть Это тоже огромный плюс И на этой карте, что прикольно Тут нужно в дом подниматься на лифте То есть вот, на третий этаж клацаем И поехали Ждем немножечко Тут не сильно долго Тут лифты быстрые Ну, конечно, до третьего этажа всего лишь Ну, ладно Так, включаем щиток сразу Если бы у нас был уровень сложности побольше То нам пришлось бы искать один предохранитель от щитка Вот, он мог бы находиться в любом рандомном месте в доме В общем-то, нам бы пришлось его искать Так, хорошо Тут у нас есть зажигалка Окей Дай мне знак Покажи себя Сколько тебе лет? Дай мне знак Покажи себя Сколько тебе лет? Ты старый? Ты молодой? Пожилой? Дай-ка я загляну вот сюда Нам нужно найти Обязательно будет О, кстати, ключик Это хорошо Ключик Это отлично Вот, документы призрака Так, отлично Давайте сразу глянем Что там за документы призрака Какие у нас документы призрака Инвентарь Так, информация Пенелопа Томас Пенелопа Томас Хорошо Вот так вот зовут нашего призрака Точнее, звали когда-то Раньше Давным-давно Открываем сундучок Потому что мы ключ от него нашли Ну и ничего тут не находим Но это, по большей части, нужно было бы Если бы у нас любимые вещи были Потому что их нужно было бы сжечь Некоторые Так Дай мне знак Покажи себя Сколько тебе лет? На самом деле, тут всего парочка моментов По поводу поиска улик Большинство предметов работают отлично Их ты находишь быстро Но, например, ЭМП, ультрафиолетовый фонарик и термометр Работают не очень Ну, как бы предметы, сами их механики работают стабильно Они не поломаны Но найти эти улики бывает очень сложно Про температуру я, пожалуй, заикаться не буду В той же фазе она тоже поломана И там вообще непонятно, как это работает Но вот ультрафиолет и ЭМП Это, по сути, просто ожидание Пока призрак потрогает дверь Иногда этого приходится ждать очень долго И в итоге все равно не получишь улику Я бы хотел увидеть обнову, где, например, просто добавили бы хотя бы какие-то звуковые взаимодействия Типа постучал в окно, знаешь, как в фазме, да? Или по стене, или там потрогал микроволновку, холодильник И эти штуки сразу дают и ЭМП, и ультрафиолет И все вот это можно проверить на улике Потому что самая интересная часть тут — это изгнание Но до нее иногда очень долго идешь Вообще, я сейчас подумал, что было бы круто в этой игре увидеть какой-нибудь помощника для новичков Например, можно включить в настройках, и он будет подсказывать, когда призрак сделал вот какое-то уникальное взаимодействие И там, не знаю, по рации тебе кто-нибудь звонит такой Алло, вот ты сейчас слышал там шепот Это так может только вот этот вот черт, да, и все Ну и вы можете сразу либо вычеркнуть кого-то, либо сразу определить призрака То есть, допустим, это понижало бы награду, но вот можно было бы включить такую функцию Мне кажется, для новичков было бы полезно Дай-ка... В этой игре, на самом деле, что очень классно, что тут разработчики очень-очень сильно прислушиваются к комьюнити И в эту игру прям, ну капец, как часто обновы выходят То есть за то время, пока фазму там добавляют одну карту этого маяка, которую уже делают больше года За это время в этой игре вышло уже несколько карт Там новые улики, короче, призраки, куча-куча-куча всего Причем это все сделано не просто на скорую руку, а реально интересные штуки всякие добавляются Так, давайте, короче, мы возьмем вот это, настенный термометр, радиоприемник и диктофон Пока что вот так, потом уже возьмем камеру Правда, у нас там блокнот уже есть один, поэтому... Да, поэтому мы могли бы, конечно, вместо блокнота видеокамеру взять Хотя мы можем, по сути, кстати говоря, скинуть просто предметы все в лифт И чтобы тысячу раз не подниматься туда-сюда, просто потом сразу подняться со всеми предметами, да Это было бы логичнее, было бы быстрее гораздо... Ну ладно, ничего страшного Так, давай включаем Вот это вот все включаем, вот это вот все включаем Еще, еще в этой игре очень-очень смехотворные гост-эвенты Очень жесткие Так, 5 и 8 Ага, подожди, то есть призрак у нас реально, походу, здесь находится Потому что везде вокруг температура не такая низкая Давай попробуем найти Дай мне знак Покажи себя Сколько тебе лет? Дай мне знак Покажи себя Ты старый? Ты молодой? Ты пожилой? Тут вроде как не обязательно выключать свет Дай мне знак Покажи себя Так, у нас термометр снова измерил температуру Ага, 8 и 8 Либо у него нет Я не знаю, я не помню Дай мне знак Покажи себя Либо у него нет радиоприемника Либо мы как-то не так делаем Дай мне знак Покажи себя Но вроде бы реально не нужно нам выключать свет Сколько тебе лет? Ты старый? Ты молодой? Блядь, сука Вот о чем я говорил Пиздец Так, ладно, давай проверим вот это Дай мне знак Покажи себя Сколько тебе лет? Блин, диктофон кажется у нас Дай мне знак Покажи себя Сколько тебе лет? Нет, вот диктофон мы явно О, подожди Блокнот, 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 блокнот Так, открываем Записи в блокноте есть Хорошо Дай мне знак О, покажи себя Сколько тебе лет? Дай мне знак, покажи себя, сколько тебе лет Дай мне знак, ты старый, ты молодой Так, все, слушаем Слушаем, слушаем Если сейчас услышим какого-то призрака на фоне, то это собственно улика Понял, короче походу нет Дай мне знак, покажи себя, еще раз на всякий случай перепроверим Ты старый, ты молодой, ты пожилой Алло, сколько тебе лет Ты дурачок, ты червячок О, еще один блокнот, хорошо Ну в общем, блокнот, хорошо, блокнот у нас есть Так, давайте-ка температура, температуру в соседних комнатах проверим сейчас Смотрим, тут 7,8 Но минусовой пока что нет, ясно Ладно Вот по поводу отпечатков Блять Ёб твою мать А ну-ка успокоился, что за хуй О, лазерка была, подожди, лазерка была Вот лазерку в этой игре прям очень сложно найти В отличии от фазмы И вот сейчас как раз таки кажется была лазерка Так, ну это не может быть Пишачий, который как раз таки копирует улики Чужие Ну либо эти две улики полностью фейковые были Как раз таки Какое тоже может быть Хорошо, погнали Так, у нас почти все улики по сути Мы можем найти либо МП5 Либо, 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 либо что Либо что, либо я не знаю что Инфракрасный так Реак 3 у нас нету Радиоприемник не может быть Следы эктоплазмы могут быть Бляха-муха Дымка не может быть Огонек не может быть То есть МП либо следы эктоплазмы МП5 либо следы эктоплазмы Угу Так, хорошо Значит у нас есть зональная детектора МП Очень смешная штука Которая показывает, когда МП где-то образуется В каком-то определенном месте Ну и собственно Мы можем взять что-нибудь для защиты Например, сразу вот распятие возьмем Так, давай, давай даже сразу Че по заданиям? Подожди Ставьте призрака задуть свечу Убегите от призрака Пока он охотится за тобой Так, дай-ка я возьму вот это Дай-ка я возьму свечу, наверное Тогда в таком случае Где тут она? А, я не могу больше ничего А, ну да, у меня все Я на всякий случай возьму просто Видеокамеру Потому что если мы найдем Вдруг сейчас дымку или огонек А их легко найти достаточно Я могу в принципе Ладно, пофиг, пофиг Поехали сразу Не буду таскать Миллион предметов на лифт Это мало ли еще лифт не выдержит И все И ГГВП Так, короче Просто потому что Да, потому что Огонек и вот это все Очень легко находится Так, дожди Где-то вот тут вот Ага Где-то вот тут вот МП3 МП3 Стой, стой, стой Где ультрафиолет? Ультрафиолет в Ультрафиолет берем Быстро, 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 быстро Смотрим Отпечатков не видно Ага, блин Отпечатков нету Ясно, ладно, ладно Хорошо Ясно, ладно, ладно Хорошо Дай мне знак Покажи себя Сколько тебе лет Так, измерят температуру Еще раз хорошо Покажи себя Дай мне знак Сколько тебе лет Блядь, где-то непонятно где Ходит Что-то там бродит Я бы очень хотел Конечно реально проверить Ладно, давай Давай, подожди Давай-ка мы возьмем вот это И походим Посмотрим Может быть огонек Все-таки реально Или дымку мы найдем Потому что если так То значит что да Значит это все фейк Нет Огонька и дымки Как будто бы нету Хотя они тоже Иногда можно Их сложно Это Иногда их можно Сразу не найти Конечно Да Да-да-да Но тут в принципе Все замечательно Видно я думаю Будет и с включенным светом Так Дай мне знак Покажи себя Сколько тебе лет Старый или же ты молодой Пожилой или же ты пожилой Сколько тебе лет Дай мне знак Покажи себя Где-то включил свет Вот тут что ли Вот тут включил свет кажется Или нет Я не знаю Ну в принципе Может быть из-за того Что у нас следов октоплазмы На той двери не было Может можно просто сразу поставить Что это уровень mp5 И все И все И не париться Как бы анрё Рейки Анрё либо рейк Хорошо Так анрё Чем он у нас славится Шёпот сильно влияет на рассудок Может начать шептать Если охотник взял паз Бля я не помню Атакует чаще Если ритуал изгнания начат Может затушить все свечи На печати Если начнет охоту Ммм Ну хз Так подожди Снова у нас какой-то тут mp Где-то непонятно где образовался А где? Подожди Это где-то здесь да? Вот тут вот mp3 mp3 было mp3 Но отпечатков снова нет Хотя может они испарились уже Я не знаю Я не уверен Блядь О подожди Снова Так Так тихо mp2 Отпечатки Нет отпечатков Ну и mp5 нету Что очень странно Типа не тут отпечатков Не тут отпечатков Нигде отпечатков нет Так ладно mp2 Ммм Дай мне знак Покажи себя Так это Тихо Это какой-то Блядь Покуха Это гос-эвент Это гос-эвент Так спокойно Шёпот Подожди Шёпот слышно Блядь это анрё Я отвечаю Это анрё Наверное Хм Вот опять лазерка Кстати была Снова какое-то Блядь взаимодействие Непонятно где Подожди Ладно Хер его знает Где это взаимодействие Сейчас было Тут опять или нет Наверное не тут Дай мне знак Покажи себя Покажи себя Дай мне mp5 Было бы круто Если бы зонально Детектор mp Допустим стоил бы Знаешь дороже Но сразу показывал Бмп Типа Когда ты приближаешь Ну то есть Чтобы можно было Один просто Этот предмет взять И всё Я им пользуюсь Ну хотя Хотя Наверное Не факт что это было бы Интереснее Потому что тоже Как бы Когда нужно вот так вот Рассчитывать какие предметы брать При этом есть очень полезные предметы Которые помогают Реализовать другие предметы Короче Не знаю Не знаю Не знаю Может так и интереснее Даже А когда я включу свет здесь Короче да Мне кажется что это анрё Пацаны Я не знаю Мы слышали шёпот пыли Он вырубил щиток Он вырубил щиток Стой Да Свет вырубил Всё Давай Включаем обратно Включаем этот свет обратно Дай мне знак Покажи себя Бля Ну анрё как обычно Да Что в фазме Что здесь Вот дал улики И блядь последнюю не хочет Давать вообще ни в какую Так Давай-ка мы выкинем Вот это всё здесь Потому что она нам пригодится Я поставлю просто Что это анрё Древний обряд хисагал Нам нужно Хорошо Для того чтобы изгнать этого призрака Сейчас вы поймёте Что к чему Ну я реально не думаю Что это рейки Сущность Которую очень трудно изгнать Они будут стараться Помешать ему Ага Ну а анрё соответственно У нас шёпот всякий издаёт Правильно я понимаю Ну-ка Очень активный и общительный призрак Но оттого не менее опасный Его шёпот Крайне погубно влияет На ваше ментальное здоровье Давайте посмотрим Если у нас рассудок Сейчас прям низкий То это соответственно Ещё раз докажет нам То что это анрё Подожди У нас рассудок 90% Блядь То есть не факт То есть не факт Сука Подожди ладно Тут древний обряд Обряд Хисагал Тут Анабирона Что нам для них нужно Обряд Анабирона 5 ритуальных свечей А для Хисагала 4 ритуальные свечи Тут одна кукла Тут одна эта Ага Ну мы можем в принципе Начать просто сейчас Перетаскивать То есть возьмём Вот хотя бы 4 ритуальные свечи Просто для начала А потом уже определимся Возьмём 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 Сразу же Ама-ма-ма-ма-ма Что нам ещё нужно Получается Возьмём сразу же Вот это перетащим туда Возьмём Соль Нам нужна вообще Бегите от призрака, выждите команду и сфотографировать Короче, нет, соль нам особо-то не нужна Соль нам не нужна, но мы можем взять зато вот это и вот это Заранее сразу, чтобы на будущее оно у нас там было Потому что потом все равно еще один раз придется спуститься Но это ничего страшного Так, просто заранее, чтобы перетащить всякие там шмотки важные на будущее Блядь, не факт, что это Андрео получается, да? Раз у нас вот такие вот пироги происходят Раз у нас как бы рассудок в норме Блядь, ой, нихера себе, что я сделал так Значит, инвентарь подожди Выбросить, выбросить, выбросить Вот так, все Так, давай-ка я скину пока что вот это все вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь Тут призраки не могут утаскивать эти все предметы, поэтому ничего страшного Не должно случиться Так, дай мне знак Заебал, покажи себя 2,8 вообще температура Может просто... А, ну да, отопление не включено Дай мне знак Сколько тебе лет? Покажи себя Старый ты, молодой ты, пожилой Дай мне знак Анрё ты или же ты не Анрё? Покажи-ка себя О, подожди, где-то, где-то, где-то МП Где МП? Вот тут вот где-то МП-4 Блядь, это МП-4 Это не МП-5 Типа на выключателе, что ли? Непонятно МП-4 Отпечатков я никаких тоже не вижу Эмм, дай мне знак Скажи себя Странно просто Где МП-5, если это реально, если это Анрё? Хотя шепоты мы слышали Не, ну в принципе, мы в темноте практически не находились Поэтому я даже не знаю Может быть, как раз-таки тот шепот один нам снял все 10% рассудка сразу же Ладно Давайте попробуем Я не знаю На всякий случай Ну, как бы Пофиг, пофиг Все, давай, пробуем Ну вот, наконец, я перехожу к изгнанию Для этого мне понадобится баллончик с краской, чтобы нарисовать пентаграмму Книга изгнаний, чтобы узнать, что мне нужно для этой пентаграммы И молитвы для изгнаний Ну, а также всякие другие штуки, которые вы сами потом увидите Нам нужно нарисовать печать в определенной комнате и подготовить все предметы Расставить свечки или что-то там еще После чего встать в центр, прочитать имя призрака, которое в паспорте, который мы до этого находили в начале практически игры И начинать изгнание Пенелопа Томас Где-то открыт портал в мир теней Блядь, вот так сразу? В мир теней портал Ясно, хорошо Так, мир теней это раз берем, это два берем Для мира теней А, нет, вот это, подожди, это мне не надо Это ж не мир теней Мир теней это... Ну, пиздец, с богом, заходим Так В мире теней нам нужно максимально аккуратно двигаться Чтобы не наступать на вот этих чертов Правда, вот, блядь, тут опасно Потому что они могут сейчас просто нам все блокировать С2 Угу С2 Так, тут чертянё Тут чертянё С2, подожди, подожди Я смогу бежать? Смогу Значит, С2 Тут у нас ничего нет Ясно? Хорошо Хорошо, хорошо Так, 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 сваливаем С2, окей С2 определили, допустим Давай пробежим вот сюда М1 М1 С2 И Последнее, 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 последнее Р3 М1 Р3 М1 Р3 Ну, я так говорю просто, потому что так проще воспринимать М1 Р3 М1 Р3 Так, подожди, спокойно Давай побыстрее М1 И Сука, Р3 Потому что бабка уже выходит на охоту Если мы наступим на вот эту штуку На вот эту тень То Придет злая бабка Которая нас схавает И все Мы можем попытаться от нее убежать Но тут очень долго она будет нас преследовать Поэтому, да Легко убежать не получится Поэтому нужно лучше максимально аккуратно быть Все Блин Это самый быстрый мир тени, который у меня был, наверное Когда-либо Давай-ка я возьму вот это заранее Естественно, благовоние возьму И, естественно, вот эту книгу И продолжаем Повелевает тебе величие Христа Надеюсь, что это все-таки Андрею Ну, повелевает тебе величие Христа Ага В призрачный мир Открыт портал Давай закроем Давай закроем Закройся 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 Сейчас нужно подождать, пока он закроется Все, он закрылся Отлично Давай, продолжаем Именем и добродетелю Господа нашего Который уничтожить хочет всю секту дьявольскую Ритуал почтения доброй души Угу Окей Ритуал почтения доброй души Ясно Подожди Вот тут где-то звук был, как будто бы Так, а мне для доброй души Подожди, мне для доброй души надо Блин, мне много чего надо Подожди, подожди Добрая душа издает звуки То есть, возможно Возможно Просто возможно Сейчас я как раз-таки этот звук и слышал Ммм Дай мне знак Потому что да, когда ты проходишь мимо доброй души Она издает такой звук Похоже на то, что Мы вот тут вот слышим Подожди Ну либо же ее можно найти с помощью направленного микрофона Но Это иногда бывает сложно Так, подожди Вот она где, вот она Хорошо, вот тут вот Все, мы нашли Ашукут печать Бац И вот эту штукенцию ставим Все Отлично Это мы сделали Так, это мы сделали Это мы сделали Ритуал почитания мы выполнили А где мое благовоние, блядь? Подожди Стой, а куда я благовоние делал? Я не знаю, куда я благовоние делал, подожди Ну ладно, видимо без благовония сегодня Ладно, у меня же там есть благовоние, подожди Давай-ка я возьму лучше На всякий случай Ага, а где она? Вот они, блядь Они маленькие, пиздец Фух Продолжаем Господи, услышь молитву мою Ммм Портал в призрачный мир Закройся Закройся Так Угу Все Хорошо, закрылся От лжи дьявола избавь нас Пенелопа Томас Вот почему единственное имя, которое я запомнил Это именно вот это Пенелопа Томас Потому что обычно я всегда подсматриваю потом в документы Да бля, в смысле Томас Все Подготовьте все предметы для Ритуала Че, не так что ли? Что-то Изиди нечистота Но он не особо нам мешал, да? Типа Сейчас Изиди нечистота Пиздец Это не оно Это не оно нахуй Спокойно Ебаный в рот Это не оно Это вот этот вот чел, походу Это райки Она сейчас еще раз спуститься будет За куклой И за одной свечой Да, потому что одной свечи у нас не хватает Ну, окей Я надеюсь, что это как бы уже по-любому Потому что Ну не может же быть такого Да не может же быть, что это кто-то еще другой У нас лазерка По-любому У нас по-любому Запись в блокноте Все райки Анрео Это не Анрео Потому что хисагал мы сейчас выполнили Обряд И оно не сработало Так Ладненько Мы берем вот это Мы берем куклу Потому что там кукла же нужна И, соответственно, мы возьмем Мы возьмем Что? Мы возьмем Блядь, да в принципе ничего Не, мне надо вот это На всякий случай, наверное, лучше, да? Сиратель, печатель Ладно, это насрать Хорошо Ритуал почитания доброй души Сука Блин А получается мне Ту штуку нужно будет поднять Забрать Бля, он там бесится, кажется Он там, наверное, бесится Может быть, поэтому он и не бесился Потому что знал, что мы Не тот обряд выполняем Ебать Вот это катка сейчас Так, хорошо Кукла, ритуальная свеча, зажигалка Вроде все как надо Ух, 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 ух Так, 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 так Значит, идем Берем вот это Сразу берем вот это Сразу Подожди, подожди, подожди Так, бац И кукла Ну-ка Пенелопа Томас Давай максимально быстро Пенелопа Томас Изыди дух всякой нечистоты Изыди секта дьявольская Пенелопа Томас А может потому что я выполнил уже Пенелопа Томас Может мне в Мертине и не надо будет Да бля, Пенелопа Томас Томас Пенелопа Повелевает тебе Бог Всевышний Что-то как-то он не особо мешает Так На нахуй Это что за хуйня сейчас была Это как я выжил, блядь Отступись и беги от церкви божией Отступись и беги от церкви божией Пенелопа Томас Подготовьте все предметы Блядь Какие предметы? Свеча, сука Трепещи и беги Вот сейчас он реально мешает Когда призываем мы Святое имя Христа Дух зловещий Изыди Ёб твою мать Да Да, это оно было Ох, пиздец Я думал я сдохну Как я сейчас в шкафу, блядь, выжил Я вообще без понятия Ну ладно Обосраться и не встать Обосраться и не встать Тут же дверь нельзя держать Как типа фазми, знаешь Просто закрылся Пиздец Пиздец, все И вот такую красивую штуку мы видим Блядь, вот реально, сука Фазму добавили, блядь Анимация круга призыва Там, как он горит Вау, вот это пиздец Просто Fire.png, блядь Скачать, пожалуйста Добавить в игру, все А тут Вон, с давних пор Со старославянских времен еще, блядь Вот такая вот анимация была Когда ты изгоняешь призрака Пиздец, как эпично, да? Все Фух, мы можем уезжать Мы можем уезжать Так, завершить заказ Сюда вот клацаем И, в общем-то, смотрим Да, все верно У нас правильный тип призрака У нас правильное изгнание Все Ghost Exile я поставлю 8 из 10 Приятный визуал, страшные гост-ивенты Бомбезная механика изгнаний И интересные призраки Почему оценка тогда спросите Меньше, чем у Ghost Watchers Потому что в этой игре Ты иногда просто останавливаешься И не знаешь, что делать Как вот было в конце вот этой вот игры С последней уликой В фазме тоже такое бывает Я про это много раз говорил И для меня это важный аспект Вообще в любой игре Чтобы ты мог всегда что-то сделать Но мне кажется, что Эта игра вполне может потягаться С той же фазмой Но если они сделают Хотя бы разное поведение Призраков во время охоты Просто Ghost Watchers Создает постоянный экшен Другими способами Та игра работает иначе А это по сути фазма Но с изгнаниями И большим количеством предметов Поэтому если сюда добавят охоты Как в фазме Что вот ревенант Такой, этот, такой, этот Другой, да Типа один супербыстро Что ты не успеешь реагировать Другой по сути Ну вообще Диоген просто Во время охоты И все Это, ну прям Мне кажется, будет хорошо Спасибо всем большое за просмотр Ставьте лайки Подписывайтесь на канал Пишите комментарии Счастья, здоровья, любви Удачи, денег Всем пока А еще подписывайтесь на телеграм Инстаграм И в ВК можете у друзья добавляться И на стримы приходите И все